Вам будет представлено приложение на основе ClickSense от компании BI Consult для компании, работающей в секторе алкогольного ритейла. Первый лист приложения представляет анализ продаж этой компании. Здесь мы можем видеть три графика. Это круговой график, комбо-график и точечный график. Также одну таблицу. Слева можем видеть панель фильтров, сверху панель переключателей для выбора измерений или мер. Панель переключателей позволяет нам изменять отображение графиков на листе. Сейчас в качестве измерения установлен отдел, в качестве меры установлено количество бутылок. Можем для примера поставить в качестве измерения группу, в качестве меры выручку. Теперь круговой график показывает процентное соотношение среди групп по выручке. Точный же график показывает зависимость выручки от количества торговых точек для групп. Можем выбрать что-нибудь еще, например, ответственных. На точном графике можно использовать инструмент LASSO, например, для анализа показателей лидеров по количеству торговых точек. Выбираем их. Весь лист фильтруется по выбранным ответственным. Второй лист показывает сравнение. Здесь мы можем увидеть таблицу, на которой как раз-таки представлены эти сравнения и два графика STOP10. Также, как и на прошлом листе, здесь присутствует панель фильтров и панель переключателей. Сейчас рассматриваем месяц декабрь 2015. Рассматриваем месяц усчитывается на основе последнего месяца, по которым существуют данные. То есть на январе 2016 у нас уже данных не существует. Рассматриваем месяц можно изменить, выбрав какой-нибудь другой, например, апрель. Теперь сравнение производится по апрелю. Это значит, что сумма за предыдущий месяц представлена за март. Также, как и на прошлом листе, можем выбирать любое измерение, например, газополучатели, как и любую меру, например, прибыль. Здесь мы можем выбирать интересующих нас грузополучателей, к примеру. И проводить анализ, например, на прошлом листе. Также. На третьем листе представлена карта с торговыми точками и их показателями. На карте есть регионы и города, в которых эти торговые точки представлены. Показатель торговой точки выбирается на панели выбора показателя. Сейчас установлено, например, количество бутылок. Можем переключить на выручку. Карта изменилась. Также стоит отметить, что чем больше круг и чем темнее цвет, то тем больше конкретно сейчас выручка в этой торговой точке. Также можно применять фильтры к этой карте. Например, я хочу узнать, как и в каких городах происходил этот канал сбыта. Мы видим, что основная часть выручки на этом канале сбыта происходила в Москве. Берем этот фильтр. Также с помощью инструмента LASSO можно выбирать торговые точки в какой-нибудь регионе. Например, в этом. И анализировать только эти торговые точки. Можем, к примеру, перейти на лист сравнения. И смотреть, кто там, кто в этой точке лидер по выручке среди поставщиков, среди ответственных. Какая маржинальность в этих точках. И так далее. КОНЕЦ